Здравствуйте, православные! И вот первое число последнего месяца лета. Надо успеть, если вы понимаете, о чем я. А так, мы с вами по традиции собираемся по тому же поводу, чтобы поразмышлять над святцами Русской Православной Церкви на площадке Русской Конописной Школы. И сегодня, 1 августа, Церковь празднует память святых отцов шести вселенских соборов, преподобной Макрыны и сестры святителя Василия Великого, о ней мы сегодня и поговорим, преподобного Дия, обретение мощи преподобного Серафима Саровского Чудотворца, собор Курских Святых, благоверного князя Романа Олеговича Рязанского, преподобного Паисия Печерского, праведного Стефана Высокого, деспота сербского и матери его милицы, свидетелей Дмитрия Митрополита Ростовского, Митрофана и Тихона и епископов Воронежских. А, как я уже и говорил, поговорим мы сегодня о преподобной Макрине. Она была сестрой святителя Василия Великого и Григория Низского, родилась в Каппадокии в начале 4 века. Мать Эмилия видела во сне ангела, назвавшего еще не родившуюся Феклой, в честь святой первомученицы Фекла. Святая Эмилия исполнила волю Божию и, собственно, назвала дочь так, как сказал ей ангел. Другие же родственники виновали девочку Макриной, в честь бабушки, пострадавшего во время гонения на христиан, при императоре Максимиане Галерии. Тоже такой интересный момент, да, когда вдруг оказывается, что семья не поддерживает выбор, собственно, родившей матери. Вот это, пожалуй, первая тема для размышлений. А именно вот у Ветхозаветной Церкви был такой интересный богословский теологумен, богословское мнение, если угодно, о том, что если человек усерден в исполнении заповеди, даже одной, то Господь дарует ему вот такую особую благодать. И когда женщина исполнила заповедь, да, то есть размножаетесь, наполняете землю и обладаете ею, и вот она с риском для здоровья, для жизни, до крови, простите, вот потрудилась, это все исполнила, и на нее сходит дух, который вот ей открывает, да, как можно или как следует назвать ребенка. И вот видите, семья не поддержала, хотя вот именно в духе-то это все и было исполнено. И назвали девочку Макриной, все вот родственники. Кроме Макрины в семье было еще девять детей. И когда Макрина выросла, родители ее обручили с благочестивым юношей, но жених вскоре скончался, и вроде как брак-то и не состоялся, вроде как и ладно, опять можно делать предложение и предлагать объединить капиталы и влияние, но святая Макрина отказывала всем и сказала, что больше она замуж не пойдет. Жила в доме родителей, помогала исполнять домашние работы вместе со служанками, как старшая, и также следила за воспитанием и образованием младших сестер и братьев. Ну и после смерти отца стала главной опорой для семьи. Когда все дети выросли и покинули родной дом, то есть и святитель Василий Великий Будущий ушел тоже в аскетические подвиги в пустыне, то святая Макрина убедила, что в общем-то в миру больше делать нечего, долг исполнен, и вместе с матерью удалилась в девичий монастырь, и немало служанок тоже последовало за ними. И после смерти матери она руководилась сестрами обители, пользовалась глубоким уважением всех знавших ее, и была удостоена чудотворения. Умерла она в 380 году и похоронена в одной могиле с родителями. Тут тему для размышлений я уже предложил касательно родов, ну и вторую, если угодно, это про то, как мы некритично заимствуем из семьи, когда очень многие наши установки и представления об отдыхе, например, или о праздниках, или о том, как следует праздновать день рождения, мы как-то некритично заимствуем у родителей, и такое прозрение иногда наступает у людей уже взрослых, совершеннолетних таких, что а так можно было, отдых обязательно в горы, обязательно с гитарой, обязательно с палаткой, а человек спрашивает, давай не пробовали просто спать, читать, набить холодильник и не выходить. И тут так, звон битого стекла, вот так оказывается, или наоборот, да, все время тихо-тихо-тихо, а вот все время хотелось там в горы с палаткой, дикарями, чтобы вот взять как можно больше еды, и оттащить как можно дальше, и там все съесть одним, это же так здорово, и я говорю, вот точно, вот этого всегда-то и хотелось. И в этом плане, вот посмотрите, как семьи святых, они вот задают такие правила, такие подходы к реальностям, когда вот это как-то само по себе начинает действовать уже у взрослых. Однако, я думаю, сказал я достаточно, несмотря на то, что песок еще остается, я его потрачу на то, чтобы объявить о ссылочке, которая скоро исчезнет, под роликом вот буквально один день, а завтра уже все. Поэтому сегодня могут желающие успеть в последний вагон уходящего поезда зарегистрироваться и получить доступ к онлайн-трансляциям мероприятий на фестивале русской иконописной школы, где также будет сделано множество предложений тем, кто интересуется иконописью, и православной традицией. А на сегодня все. Берегите себя и возвращайтесь завтра в православную.